всем привет с вами дмитрий урсул и в сегодняшнем видео хотел поделиться с вами мелкими приемчиками и практическими полезными советами по работе с velocity в logic pro в редактировании в piano roll и не только piano roll потому что часто я вижу вопросы связанные но в основном от новичков для тех кто переходит с других секвенсоров там какие то вот такие вот прикладные самые простецкие вопросы по велосити там не всегда удобно редактировать или там какие-то трудности возникают в общем сегодня вам просто покажу такие основные моменты по работе с velocity по изменению по редактированию какие есть пути для этого как-то быстро сделать в общем давайте по порядку у меня здесь вот такой проект состоит из нескольких дорожек давайте послушаем у всех регионов информации с разной велосити то есть велосити напомню для тех кто забыл это скажем так сила нажатия велосити не обязательно подразумевать изменение громкости но по умолчанию в большинстве инструментов именно к велосити привязана громкость то есть громкости воспроизводимого инструментом аудио сигнала от миди она как бы привязана к велосити но опять же повторюсь не во всех часто бывает при те же синтезаторы там электронные звуки которые к велосити громкость вообще не привязана то есть вы с какой бы силой нажатия не играли велосити будет всегда одинаковая а точнее не велосити а громкость будет одинаковая но велосити как контроллер который может быть назначен прямо на открытие фильтра то есть чем больше велосити у ноты тем более ярким будет звучание фильтра, то есть более открытым. И наоборот, это можно настроить в любом MIDI-инструменте, сейчас все современные плагины это поддерживают, но по умолчанию, особенно в инструментах, которые имитируют живое звучание, как у нас здесь, то есть у нас есть перкуссия, у нас есть классическая гитара, орган, у нас велосипед, как правило, привязана к громкости, поэтому у многих, естественно, она ассоциируется в первую очередь с громкостью, хотя, опять же, как я уже упомянул, это не всегда так. Ну так вот, часто в этот вопрос, вот как отредактировать быстро, то есть что-то где-то сыграл не совсем ровно, по велосити хочется выровнять. Какие вот есть советы? Многие заходят вот сюда по умолчанию и видят вот такие вот, такое отображение в велосити, и здесь, конечно же, можно редактировать, то есть вот для каждой ноты, то есть, например, вот эта нота, я могу сделать тише. В лоджике очень удобная есть цветовая палитра, которая подсказывает нам насколько у нас громкие ноты какие, ну точнее, где велосити большая. Чем краснее, тем больше велосити, вот мы видим 127. Соответственно, чем тише, чем тише звук у нас, тем, получается, более в синюю палитру уходит. Вот, и таким образом у нас, получается, можно визуально оценить, где у нас какие велосити плюс-минус по цветам. С помощью вот этого редактора, как я уже показал, можно отдельные ноты видоизменять. Тут также есть фишки полезные, такие как протягивание линии, то есть мышкой можно протянуть, и все, что затрагивает эта линия, оно как бы выстраивается по тому, как вы протянули. Это иногда полезно для каких-то там крещендо, или для разгонов, перкуссионных, или там барабанных. Но я лично этим пользуюсь не так часто, но вот можете иметь в виду, что здесь такая есть возможность. Доступ ко всем курсам школы Logic Pro Help всего за 990 рублей в месяц. Да, это реально. На нашем Boosty вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по Logic Pro и о работе со звуком, а самое главное получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных. Для тех, кто не знает, Boosty – это сервис ежемесячной подписки, благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам в зависимости от выбранного пакета. Просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц. Сейчас я покажу, как оформить подписку. Выбираем интересующий нас пакет, нажимаем кнопку «Купить», попадаем на нашу страницу Boosty и там нажимаем «Подписаться». Далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть, после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем «Купить». После этого вводим данные карты и готово! Можно переходить к обучению в ту же минуту. И помните, что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться. Получи все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене. Какой самый частый способ, который лично я пользуюсь? Я пользуюсь инструментом, который так называется «Velocity Tool». У меня он всегда назначен на правую кнопку мыши, но если вы не пользуетесь правой кнопкой мыши, она у вас, ну скажем так, не назначена, то вы можете на «Market Tool» ее назначить, «Velocity Tool» и нажимать «Market Tool». Точнее, не «Market Tool», а нажимать «Command». Вот я нажимаю «Command», и у меня включается это «Velocity Tool». Ну, давайте вернем обратно на карандаш. Вот, у меня по умолчанию на правую кнопку мыши, и мне очень удобно, то есть я сразу вижу какую-то ноту, которую я хочу поменять, сразу правую кнопку мыши зажимаю, и мышкой тяну, куда мне нужно. То есть таким образом эту ноту меняю. Далее, естественно, есть у нас ползунок «Velocity». То есть если нам нужно у всей партии, например, относительно изменить громкость, то самым удобным способом будет выделить нужные ноты и просто там либо отпустить «Velocity», либо поднять. Единственный момент, что в определенный момент у нас упирается какая-то нота в потолок, и дальше, то есть мы видим, вроде ползунок у нас двигается, но все равно отпрыгивает обратно. То есть у нас какая-то нота уже уперлась в 127, и дальше она не дает поменять. То есть остальные ноты остаются тихими. Если мы хотим как бы вот этот потолок, к нему прижаться остальными нотами, скажем так, то нужно просто зажать «Option», и мы жмем «Option», и видите, наши ноты остаются на месте максимально, а остальные как бы к ней подтягиваются. Вот, таким образом можно все ноты сделать одной максимальной «Velocity», допустим, если вам нужно, ну и потом слайдером уже их вместе менять. То есть это тоже один способ. То есть запомните команду «Option», зажимаете и вот этот ползунок двигаете в нужную сторону. Чтобы все ноты сразу привести к одной «Velocity», также есть полезная команда. Нажимаете «Option», «Shift» и также тянете вот этот слайдер, и то значение, которое здесь стоит, оно автоматически назначается всем выделенным нотам. То есть для этого нужно держать «Option», «Shift». Вот, тоже полезная команда. Следующий нюанс. Мы можем поменять «Velocity», именно относительно «Velocity» у всего региона. То есть вот, например, у меня есть «Shaker», вот, допустим, тут два проведения этого MIDI-региона. Давайте я сейчас просто сделаю Ctrl-L, нажму, вот у меня теперь два независимых региона для перкуссии. И вот я, например, хочу, чтобы вот этот регион был чуть громче, этот чуть тише. Для этого у меня есть вот здесь в закладке «Region», пункт «Velocity». Я могу, например, здесь сделать плюс 30, а здесь, например, сделать минус 50, допустим. Ну, давайте послушаем. То есть таким образом я глобально себя настроил, что у меня вот этот регион воспроизводится с прибавкой 30 velocity ко всем нотам. То есть здесь у нас ничего не поменялось в отображении в пианороле, какие у нас были ноты. Давайте даже я оба выделю. Видите, они абсолютно идентичны, то есть velocity по цветам у нас абсолютно одинаковые. Но этот воспроизводится громче, регион, этот воспроизводится тише. То есть мы за счет вот этой настройки можем таким образом, как бы если у вас много регионов, и вы хотите какую-то динамику создать, чтобы не лезть в каждый регион, вы можете для него просто через инспектор просто относительно увеличить или уменьшить громкость. То есть это тоже бывает полезно для особенно перкуссионных партий, где у нас много элементов одновременно играет, и бочка, и снейр, или там перкуссия. И вручную каждую поднимать, опускать, это не очень удобно. То есть гораздо удобнее выделить сам регион, и на нем как бы относительно сделать смещение. То есть все вот эти velocity, которые у нас есть, к ним будет прибавлено вот это значение, которое мы здесь вбили. Это как бы еще один такой довольно полезный вариант, про который не все помнят. Ну и всегда здесь можно вбить 0, и соответственно у нас все вернется к тем значениям, которые у нас изначально в регионе вписаны. То есть тоже очень удобный вариант. Так, еще один полезный совет. Я вот здесь поставил электропиано. Давайте послушаем партию еще раз. Электропиано у нас привязано к velocity, поэтому мы сейчас все-таки здесь чуть-чуть прибавим громкость, чтобы у нас эти аккорды не пропадали. Этот совет, который я сейчас хочу вам дать, он полезен вот именно на такие партии, где у нас есть аккорды. И вы знаете, что в рояле, в электрофоно и других аккордовых звуках привязаны громкости. Очень важна громкость отдельных нот внутри аккорда. То есть каждый аккорд вот этот может по-разному с разной краской звучать, в зависимости от того, какая нота громче, чем другие. То есть это называется голосоведение. У нас может быть главным средний голос, у нас может быть главным нижний голос или там самый верхний голос в аккорде. За счет этого чуть-чуть меняется как бы такое гармоническое насилие. Это очень важный момент. Про него нужно помнить. И в чем совет? Если вы вдруг хотите в какой-то момент вы понимаете, что вы хотите верхний голос, вот эти верхние ноты сделать погромче, потому что в них, как правило, заложена такая некая мелодия, то есть движение в данном случае у нас по вот этим нотам идет. Давайте сейчас еще раз послушаем. И я вот хочу вот эти вот высокие ноты как-то отредактировать. В Logic есть очень удобная команда, чтобы вручную каждую эти ноты не выделять вот так вот shift-ом. То есть это можно просто зажать shift и каждую ноту выделить. Но это не всегда удобно, особенно если большой регион или большой разброс партии. Есть отличная команда для этого. Select. И здесь у нас есть Heist Notes. То есть он выбирает высокие ноты в аккорде и мы их уже отдельно можем уже знакомыми способами изменить. То есть либо вот с помощью вот этого ползунка, либо с помощью Velocity Tool можно поменять это. Ну то есть очень удобно. Таким образом могу эти ноты в аккорде выделить. То есть теперь они прям явно слышны. Или наоборот могу их сделать еле заметными. И тогда у нас будет больше фокус внимания на нижних нотах. То есть видите, уже те же самые аккорды чуть придают, точнее имеют другой окрас. То есть тоже полезная функция, пользуйтесь ей. Ну и напоследок не забываем про Event List. То есть если мы хотим быстро что-то отредактировать, мы можем это сделать и тут. Конечно, это не так наглядно. То есть вот у нас есть регион, есть для него значение. Сейчас давайте выберем. Допустим наш бас. И вот здесь у нас показаны все ноты. И у каждой ноты есть Velocity. То есть я могу какую-то ноту найти, ее подсветить таким образом и вбить нужное здесь значение. То есть если вам прям нужно конкретное значение какое-то вбить и неудобно слайдером пользоваться, то вы можете прям здесь выбрать нужную ноту и вбить конкретное значение, если вам оно нужно. В Event List также можно поменять относительную Velocity для всех нот выделенных. То есть мы их все выделяем. И, например, могу понизить на 10 Velocity. Например, то есть сейчас 81. Давайте в объем 71. И вот у нас все выделенные ноты изменили свои значения на минус 10. То есть это такой как аналог вот этого слайдера. То есть если вам им неудобно пользоваться, если вы хотите конкретное значение уменьшить, вот можете пользоваться вот этим Event Listом, то есть редактированием MIDI здесь. То есть тоже кому-то будет полезно. В общем, в Logic довольно много возможностей. Также не забываем про всякие разные команды, такие как Fixed Velocity. Здесь их довольно много. То есть есть Functions, есть MIDI Transform. Про него я тоже рассказывал в разных видео. То есть можно прям вбить Fixed Velocity, поменять там на конкретные значения и нажать Operate. И у нас все ноты стали Velocity 90. Но я в любом случае вам сейчас показал самые основные фишки, которые вам пригодятся вот в таком практической работе. Я лично чаще всего пользуюсь Velocity Tool. И нужные ноты там просто выделяю и как-то их изменяю относительно или конкретно. И так далее. Пользуюсь вот этим меню Select для выделения конкретных нот. То есть здесь есть Highest Nost, Lowest Nost и так далее. То есть тут можно разные варианты выделять. Ну, в общем, дальше, зная все вот эти вот инструменты, вы уже, включая свою фантазию, я думаю, разберетесь, как это все применить. Ну что ж, с вами был Дмитрий Урсул. Пишите в комментариях, знали ли вы вот эти все нюансы или что для вас было новым. Мне очень интересно знать. Обязательно пишите в Telegram чат. Если вы еще не там, обязательно подключайтесь. Ссылка будет в описании к этому ролику. Мы там обмениваемся опытом, задаем вопросы. Я по самым интересным вопросам записываю такие ролики на YouTube-канал. Так что обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать свежие ролики. Ну а с вами был Дмитрий Урсул. Увидимся с вами в следующих видео. Всем успехов в творчестве. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok